Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он канадский, так что очень редкий В прошлом году «Буффало» продала два CL-215 турецкому правительству Готов лететь? Каждый за 2,5 миллиона долларов Приветствую в Турции Привет! Теперь турки хотят увеличить свой флот Но в мире осталось меньше 80 CL-215 И немногие из них продаются Поэтому Майки начал охоту за сокровищем Основываясь на одной старой фотографии Вот что я ищу Единственный пропавший 215-й Серийный номер 1061 Майки просто одержим этим пропавшим самолетом, построенным в 60-х или 70-х годах Когда я спрашивал знающих людей Они говорили, что он разбился Пропал И что не стоит его искать А я подумал, почему бы не поискать? И тогда я провел расследование Нет никаких записей об аварии Нет фотографий Это очень странно Ведь и в интернете есть фотографии всего Почему нет фотографий? Либо он разбился, как все и говорили Либо его очень хорошо спрятали Один мой приятель, который работает с этими самолетами Сказал, что он в Венесуэле Это все, что он знает Я словно убийство расследую Есть 10 тысяч вещественных доказательств Но только одно или два из них настоящие Одной из зацепок стал позывной самолета ANC-1 Я ввел его в строку поиска И получил вот это Первая фотография, которую я увидел Старая фотография самолета-призрака Но Майке нужны более веские доказательства Существования этой машины В поисках самолета он просматривал Спутниковые снимки поверхности Земли И тогда Это военный аэродром в Венесуэле Стоп! Вот он! Я использовал измерительную функцию И измерил размах крыльев Он совпал с документацией Это ангар на базе ВВС Вот почему нет фотографий Если это 215-й, то что я думаю То Буффало заработает несколько миллионов долларов При условии, что самолет можно восстановить Чтобы узнать это, Майке поедет в Венесуэлу Я отправил им несколько электронных писем Написал, что меня зовут Майке Что я из Yellowknife Спросил, могу ли я купить у них 1061 Но сначала ему нужно разрешение отца Мы не знаем, понравится ли это чиновникам У них там стабильно? Или был переворот и сейчас там диктатура? А может смена правительства? Там же вечно проблемы Но звучит-то заманчиво Да, звучит заманчиво Ты мог бы это сделать Но нужно понимать, что ты не с соседом торгуешься И не с США Риск велик, но и барыш солидный Это же последний 215-й Буффало Эрвейс работает уже 40 лет Потому что мы делаем то, чего не делают другие Этот 215-й может быть в хорошем состоянии Сколько мы заработаем, если потратим 250 штук на его перегонку? Знаешь, риск очень велик, поэтому нужно брать запас в 50% 25% это если риск маленький А когда сделка рискованная, нужно увеличивать ставку Так что удваивай сумму Эта идея спасения самолета в духе моего отца Они остаются оригинальными только когда сходят со сборочной линией Разбери его, и уже не сможешь собрать обратно Если с ним что-то сделать, это будет не самолет, а груда запчастей Значит, лучше перегонять его своим ходом? Да, я предпочитаю перегонять их своим ходом Самолеты для того и строят, чтобы они прилетали сами Это серьезная задача Такие задачи полезно решать Это может оказаться выгодным делом Выпуск 215-го начался в 1969 году На нем установлены два мотора по 100 лошадиных сил Самолет сконструирован по схеме высокоплан с размахом крыла в 27 метров Что придает ему устойчивость на низких скоростях и при порывах, возникающих над горящим лесом Уникальная конструкция 215-го позволяет ему заполнять водяные баки по 5400 литров через маленькие отверстия во время скольжения над поверхностью воды Затем он сбрасывает воду через люки, открывающиеся в нижней части корпуса Получив одобрение Джо, Майки начинает собирать команду для поиска и восстановления таинственного самолета в Венесуэле Кто-нибудь видел, Кори? Это похоже на охоту за сокровищами Ты вдруг узнаешь про затонувший корабль, и у тебя единственная лодка в городе Находишь водолаза и сколачиваешь свою команду, чтобы найти сокровища Мы должны действовать как можно быстрее Ехать туда немедленно Ведь может случиться что угодно И завтра этого самолета уже не будет Он встретился со своим старшим братом Родом, который возглавляет техобслуживание в Буффало И механиком Кори Додом, который работает с противопожарными самолетами Я зашел на страничку Министерства иностранных дел и распечатал памятку для туриста Во всех районах Венесуэлы, как городских, так и сельских, иностранцы могут подвергнуться нападению Ты правда хочешь туда ехать? Все это как-то страшновато, словно разговор с юристом Когда разговариваешь с юристами, они вечно сгущают краски Майки берет с собой Кори, чтобы осмотреть 215-й Кори работает с этими самолетами 10 лет У него солидные знания, он посмотрит, можно ли на нем лететь Учитывая тот факт, что в эксплуатации находятся не более 80 оригинальных 215-х Возможность заполучить забытый всеми самолет может принести Буффало выгоду Ну и страна Мы полетим туда с кучей отверток и ключей Снимем главные панели и оценим его состояние Не демонстрируйте свой достаток и не показывайте ценные вещи Но такой проблемы у вас нет Приключение Майки начнется через 24 часа А пока в Буффало все идет своим чередом На перроне DC-3 готовится для регулярного вечернего рейса в Хэй-Ривер Будет блестеть Грэм Фергюсон и Эндрю Вайк Недавно сдали экзамен на второго пилота DC-3 Я пришел сюда, чтобы летать и стать хорошим пилотом Но чтобы достичь этого, нужно приложить максимум усилий Да, они сдали экзамен, но теперь им нужно двигаться вперед И накапливать знания об этих старых военных самолетах Бывают дни, когда я прихожу домой и засыпаю, почитав всего 15 минут Позавчера я заснул с руководством летной эксплуатации на груди Проснулся в 5 утра и пошел на работу Потому что следующий шаг на этом пути – полет с боссом Буффало Джо Понял? И вы тоже Чтоб не хлопали дверью Хорошо, это больше не повторится И Джо спрашивает с них по полной Это жизнь Робким здесь не место Тут нужен напор И у них все должно быть хорошо, ведь от этого зависит их карьера и жизнь Последние три года Джо летал с одними и теми же вторыми пилотами Теперь он должен будет натаскивать этих новичков Ну что ж, старые пилоты идут дальше, а на их место приходят новенькие И хлопай дверью Перед тем, как сдавать экзамен, Эндрю и Грэм закончили 10-часовой учебный курс на DC-3 И это все Мы молодые пилоты, и налет у нас небольшой А это один из самых тяжелых в пилотировании самолетов И Джо хочет, чтобы все было идеально и сразу Ну что ж, усаживайся Проверь, все ли в порядке Эндрю и Грэм могут быть семи пядей во лбу Но на регулярном рейсе рядом с Джо им нужно быть готовыми ко всему Вот оно 50-минутный перелет с 22 пассажирами на борту У Эндрю есть шанс произвести впечатление на Джо, который требует, чтобы все было идеально Ежедневный пассажирский рейс Буффало-Эйрвейс в Хэй-Ривер прорезает темное небо 24-летний второй пилот Эндрю Уэйк впервые летит с боссом Буффало Джо МакБрайаном Да Джо, можно включить другой экран, который показывает время прибытия? Но ты же знаешь, который час и сколько ты уже пролетел Джо, я постоянно напряжен, потому что не хочу совершить ошибку Это все нервы и желание выступить на отлично Они не должны бояться Нам нужно воспитать в них мастерство, которого мы от них ожидаем Когда делаешь разворот, ты должен знать, сколько он продлится и где ты после этого окажешься Нужно пресекать любые погрешности, которые потом могут проявиться Ты должен пройти точку на 700 метрах Сколько километров и сколько минут Так, это получается... Нет, не говори, потому что ты сделаешь ошибку Постоянно считай в уме, делай это каждый день Методы Джо могут показаться жесткими для новичка Мой мозг сосредоточен на управлении самолетом, а он постоянно задает вопросы Это сильно изматывает и усложняет задачу Если мой отец ставит тебя в тупик, значит ты не готов Если уж он может озадачить то, что будет в нештатной ситуации Если ты окажешься один в аварийной ситуации, нужно знать, что делать Ты должен всему этому научиться и знать на зубок, так что бери книгу и читай Взял управление Отдал управление Я стараюсь не разочаровать его, лететь как можно лучше Джо нельзя расстраивать, его нужно радовать И ничто не обрадует его больше, чем полет на DC-3 Скажи себе, что у тебя легкий самолет У тебя чистые крылья И спокойный, плотный воздух И тогда самолет поплывет Тихо и спокойно Легко-легко Вот о чем надо думать на посадке Пилотирование DC-3 у Джо в крови И он хочет, чтобы Эндрю тоже к этому пришел Он должен научиться управлять самолетом Научиться летному мастерству Выучить все процедуры, научиться летать на этой машине Нужно много работать, чтобы из зеленого выпускника летной школы Превратиться в старого волка, который летает зимой в темноте Завтра он должен знать то, чего не знал сегодня Три вещи, ровно три Ему нужно знать тысячи тонкостей Но начнет он с этих трех Минус 32, ого! Цветная капуста упала Что там такое? Ерунда! Сегодня Майки улетает Он едет в Венесуэлу в поисках редкого самолета, который считался пропавшим Но вместо того, чтобы собираться, он работает перронщиком Помогая справиться с неожиданным наплывом заказов Когда планируешь день отъезда, он всегда оказывается неудачным В Буффало вечная запарка Каждый день нужно решать какие-то проблемы И мы стараемся решать их по мере возникновения Но завтра Майки уже не сможет решать проблемы Аккуратнее с цветной капустой Буффало работает уже 40 лет, и я не всегда здесь был Так что они справятся и без меня Надеюсь Наконец Майки сбегает из Буффало Ладно, надо закупиться Он поменяет кусачий холод Йеллоу Найф на жару джунглей Венесуэлы Нужно что-то легкое А ему даже нечего надеть Вот Отдел гавайских рубашек Я хочу выглядеть стильно и уместно Ну вот, например Ей даже канадский паспорт не нужен А еще добавим вот это Можете меня похитить Пока Майки покупает одежду Спасибо, удачи Кори Дот сосредоточился на обуви Без них никуда В сандалиях я проходил больше, чем в ботинках Сандалии – это ключ к успеху всей операции Кори не думал, что механику в Буффало придется столько путешествовать Я этого не ожидал Когда я ехал в Канаду, я не думал, что придется летать в Южную Америку или в Европу Я не совсем на это рассчитывал Но тоже неплохо Но эта миссия по обнаружению и оценке пропавшего CL-215 столкнулась с некоторыми трудностями На данном этапе у нас нет никаких фотографий Мы словно слепые котята, но билеты заказаны Так что летим Шорты Новоиспеченный второй пилот Грэм Фергюсон знает, что он в таком же положении, что и Эндрю Я очень хочу этим заниматься, поэтому я просто воспринимаю все как есть, работаю изо всех сил А переживания только ухудшат ситуацию Джо считает, что им еще многому нужно научиться В течение дня нужно столько всего сделать И сделать это так, чтобы Джо остался доволен Как обогрев карбюратора влияет на давление в патрубке? И Джо недоволен их знаниями по DC-3 Во что превращается 600 лошадей на 1200 метрах при минус 30? Он хочет, чтобы они знали о самолете столько же, сколько те пилоты, которых они заменят Ты знаешь, как читать график мощности? Да, он у нас есть в руководстве Это хорошо, что он есть в руководстве А если у тебя не будет руководства? Ты должен все знать наизусть Да Эндрю и Грэм тут же садятся за книги Так, у тебя 15 Сейчас обед, но Мы должны это знать А другой возможности уже не будет Джо будет нас пилить, пока мы все не выучим За это потребуется какое-то время Мы выучим Температура всегда в районе 26 Новички полны решимости показать Джо, что они достойны летать с ним Но выдержат ли они эту гонку? Оставив мальчишек за учебниками Так, сэр, паркуемся здесь, словно это наше место Джо везет Майки и его летний гардероб в аэропорт Я не знаю, приехал ли он Имея всего пару дней на поиск и осмотр CL-215 в Венесуэле Майки взял еще одного механика Яна Стивса Но учитывая высокую конкуренцию в авиационном бизнесе Майки не сказал Яну, куда именно они поедут Вдруг людей, интересующихся 215-ми, очень узок Одно слово не тому человеку, и вот уже другой едет за твоим самолетом Это как охота за сокровищами Можно сказать, что ты едешь искать Титаник, но нельзя показывать карту, где именно это место До встречи, сынок Пока, Джо Кори прощается со своей женой Соней Появляется подруга Майки Гейл, чтобы проводить его Экспедиция началась Майки, Кори и Ян пролетят через полмира, чтобы завладеть очень редким самолетом Но, быть может, Майки охотятся за призраками? Привет! Привет! Приветствую в Венесуэле! Самые белые ноги в Венесуэле Потратив 12 часов на перелет из Йеллоу Найф Каракас Майки и механики Кори и Ян готовятся продолжить охоту за ценным противопожарным самолетом Си-Элл-215 Все готовы? Едем! Я спросил, могу ли я приехать и взглянуть на самолет Рассказал, что я с севера, и у нас очень холодно Правительство Венесуэлы дало разрешение И теперь мы едем в Пуэрто-Ардас? Да В сопровождении Луиса Падрона, который представляет вооруженные силы Венесуэлы Майки с ребятами поедут за 800 километров к военному аэродрому в Пуэрто-Ардас Там они оценят состояние Си-Эл-215, который нашел Майки Где я? Он готов заплатить за самолет четверть миллиона долларов И сможет продать его в 10 раз дороже, если он в хорошем состоянии Через несколько часов они делают остановку Но впереди еще долгий путь 500 километров 500? 500 километров Господи! Это машина 70-х? Мне очень нравятся местные машины Они все выпущены в середине 80-х годов Прямо как у нас дома Хэй-Ривер Это же Торина За спойлером на крыше А мне нравится И снова в дорогу Вскоре они увидят цель своего путешествия Если повезет Начинается Первый день Майки в Венесуэле совпал с первым днем выхода Келли Юрасевич на работу после отпуска Я сделаю все, что смогу Разберусь, договорюсь и обо всем позабочусь Ей было необходимо отключиться от постоянного стресса на работе Господи! Чтобы вернуться расслабленной, посвежевшей и способной справиться с рабочими трудностями Господи! Она на это надеялась Исчезло 4 коробки табака, как это возможно? И я должна их найти Ну ладно Как мне это сделать? Мне нигде еще не было так тяжело, как в Буффало Я была рада всех видеть, но теперь снова расстиховалась И... Какого черта я здесь делаю? Опять нервы Как обычно, я курю Стресс заставляет хвататься за сигарету Келли сама ставит свою жизнь под угрозой У нее нашли Эмфизему во второй стадии Врач сказал, что если она не бросит курить, то очень скоро будет дышать кислородом из баллона Две пачки в день Я могла бы выкурить и больше Работа в Буффало настолько нервная, что за день может легко уйти три пачки Должна же где-то быть лучшая жизнь А через дорогу Джо встречается с пилотом Арни Шрейдером и инструктором Джастином Симмле Чтобы обсудить успехи новичков Я не понимаю, они заканчивали колледж или летную школу? Эндрю учился в университете Фрейзера У них есть такая программа Значит, он учился два года Как минимум два года А Грэм закончил летную школу в Виктории Несмотря на их образование Джон не уверен, что они готовы к пассажирским рейсам Им нужно попрактиковаться на тренажере Они неважно летают по приборам Итак, Джо приказывает ребятам побольше тренироваться Еще десять часов на летном тренажере Вы только не грустите, я знаю Это тяжело Но как только научитесь, он от вас отстанет Да Пока не научитесь, будете работать Да Джастин уже проходил через это Несколько лет назад он тоже учился на второго пилота DC-3 Это тяжелый труд Нет, ничего сложнее, чем летать с боссом По их лицам это заметно Закрылки полностью Ты быстро идешь по глиссаде Руку на рут И не уменьшай мощность Понял Эндрю и Грэм надеются, что тренировки помогут им удовлетворить требования Джо А в Венесуэле Майки, Кори и Ян ступают на неизвестную территорию В поисках самолета, который исчез много лет назад Мне не терпится увидеть этот самолет, осмотреть его Решить, может ли он летать Это основная задача Восемь часов в дороге И они прибывают на базу ВВС В Пуэрто-Ардася Я узнаю эти места благодаря гуглу Вон DC-3 DC-3, да Знакомая картина Но нужного им самолета нет На фотографии 215-й стоял Вон там у открытого ангара Но похоже, что его больше нет Их гид Луис Знает, что им нужно и все им показывает CL-215 Луис повернулся и сказал Вон ваш мистер 2-15 Мы оглянулись и увидели, что это Консолидейтед Каталина 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 Это самолет, очень похожий на CL-215 Но это явно не тот самолет Который ищет майки Основываясь на старых фотографиях И переписке с правительством Венесуэлы Осложненный языковым барьером Я не удивлюсь, если наш 215-й окажется Каталиной Нисколько не удивлюсь Если самолета нет, то и нам здесь делать нечего Может, мы не так что-то поняли? Как объяснить тот факт, что мы проехали тысячи километров Ради другого самолета? В данный момент мы даже не знаем, есть ли здесь 215-й Возможно, мы гоняемся не за тем самолетом Я уже нервничаю Кто-нибудь видит 215-й? Мы не видим Буэртардас, Венесуэла Это командир базы Хорошо, привет Это Кори, это Майк, это Ян Мы... Искать самолет Отлично Ну давай поищем Майки Макбрайан и его механики Кори Дотт и Ян Стивс Пролетели 7 тысяч километров и проехали еще 800 В поисках противопожарного самолета Сел-215 Пока что я его не видел Мы столько ждали, подождем еще немного Вначале их встретило разочарование И теперь им не терпится увидеть 215-й Вот он Боже, его нужно перекрасить Это Сел-215, который искал Майки Вот он, Майк Вот он Но что они нашли? Сокровище или металлолом? Чтобы узнать это, они начинают осмотр Ого! Теперь Кори и Ян должны определить, сможет ли он долететь до дома Почти укомплектован? Да Обычно такие самолеты разобраны на запчасти Но на этом все есть Видишь следы коррозии? Обычно она скрыта Радиаторы придется заменить Да Мистер Дот Вопрос на миллион Завтра дадим ответ на миллион И чтобы дать ответ, они должны как следует все осмотреть Буффало Эйрвейс, грузовой терминал Я ненадолго, я скоро вернусь На следующий день в Йеллоу Найт Менеджер по погрузке Келли Юрасевич идет на прием к врачу У нее нашли эмфизему во второй стадии И она боится, что в легкие попадает инфекция Врач сказал, чтобы я следила за этим и сразу же к нему обращалась Любые изменения в моих легких могут оказаться пневмонии Врач Келли неоднократно предупреждал ее о последствиях курения Но это не остановило ее даже в отпуске Курение Боже ты мой Хорошо в стране, где пачка сигарет стоит 2 бакса И снова в легких инфекция Буду пить антибиотики Он спросил, сколько я курю Я сказала, что пачку в день Он покачал головой и посоветовал бросить В Мексике я столько не курила, потому что Там я так не нервничала Но чтобы вернуть здоровье, недостаточно бросить курить Попробую что-нибудь сделать Я не хочу оказаться на третьем этаже этой больницы Ей пора возвращаться на работу А в 7 тысячах километров к югу ребята принимаются за дело Немного накачаем колеса, чтобы можно было буксировать Задача Кори определить, насколько самолет изношен Обшивка СЕЛ-215 состоит из сотен панелей, закрепленных тысячами винтов И эти панели скрывают реальное состояние самолета Следующая остановка – Йеллоу Найф Мы затащим его в ангар, чтобы защититься от ветра Я так рад видеть, что он снова двигается Надеюсь, у нас получится вдохнуть в него жизнь И улететь через пару месяцев У Кори есть всего два дня на полную оценку самолета Это потрясающе Если найдем здесь что-то серьезное Майки будет убит Как только поднимем эти панели, все узнаем Прямо Индиана Джонс – храм судьбы Вскрываем его много лет спустя Ну вот, сейчас сниму Это как подержанная машина Нужно поднять капот и все проверить Здесь много грязи и пыли, но... Орузии нет, Майки Осталось еще сотня панелей Давайте начинать Если конструкция или система 215-го Повреждены коррозией То этот самолет – груда запчастей Невероятно, я не вижу следов коррозии Ясно одно Двигатели нужно списывать Эти двигатели выработали свой ресурс Они стояли открытыми 18 лет И в них жили птицы Двигатели можно заменить Заплатив миллион долларов Если состояние всего самолета Будет того стоить Небольшие протечки гидравлики Но он же столько простоял Без протечек никак В некоторых местах этот самолет хорош А в некоторых – плох Но мы пока не нашли ничего непоправимого Я так боюсь, что Кори снимет панель А там будет белая ржавчина Тогда все пропало А в «Еллоу Найф» Эндрю и Грэн готовят регулярный рейс Они много работали И налетали по 10 часов на летном тренажере Теперь у них есть еще один шанс Полетать с боссом И на сегодняшнем рейсе Будет особенный пассажир Немецкий док по кличке Медвежья лапа Что это у него на лапе? Шины и носочек Ладно, я это сниму Большой пес прилетел в «Еллоу Найф» На прием к ветеринару Чтобы проверить, как заживает сломанная лапа На Рождество его сбила машина Смотрите-ка Он словно знает, куда идти Его доверили Буффало Чтобы перевезти домой в Хэй-Ривер Джо, который обожает животных Лично заботится о медвежьей лапе Иди туда Очень тепло Пускай погуляет и сделает дела Ладно Иначе он сделает их в самолете Как песик, делай дела Эндрю летит бортпроводником Он должен заботиться о пассажирах Даже четвероногих Ну давай же Делай дела Давай, давай, давай Ну что ты ищешь? Он не хочет А мне скоро сажать пассажиров У Грэма более серьезная проблема Он летит вторым пилотом Джо В этом 50-минутном рейсе Джо позволяет собакам летать бесплатно Но медвежья лапа слишком велик для клетки Поэтому он сидит впереди Сразу же за кабиной пилотов Не наступите на собаку Пожалуйста, внимание Не курите во время полета Не используйте электронные устройства На рулении, взлете и посадке Центр — это Буффало 169 169, слушаю Если можно, мы залезем на 4000 Хорошо, занимайте 4000 Грэм должен доказать Джо, что он не зря практиковался на тренажере У тебя отклонение 15 узлов 15 градусов и 150 футов Уже 200 Когда ты его выровняешь? Но он очень сильно нервничает Откинься, расслабься И ты увидишь все приборы сразу Не смотри на один прибор Джо очень похож на сварливого дедушку Он ворчит, потому что беспокоится за нас Хочет, чтобы мы совладали с машиной Стали хорошими пилотами И при этом не убили себя и других Он гоняет нас, чтобы мы стали лучшими Но успехи Грэма не радуют Джо Верни его на курс Установи высоту и набирай скорость Я не могу тратить лишние 10 минут На то, чтобы учить тебя летать Ладно В тот момент, когда терпение Джо Подходит к концу Салон наполняет удушливая вонь Кажется, здесь воняет Да, воняет Он все загадил Сколько у тебя часов на тренажере? 14 Новичок Грэм Фергюсон Пытается доказать Джо, что он может быть Вторым пилотом DC-3 Почему у тебя скорость 85 узлов? Знаешь, что может произойти С температурой цилиндров? И тут появилась проблема Кажется, здесь воняет Большая и вонючая проблема Собака нагадила Этот здоровенный немецкий док нам все уделал Надо проветрить Так смешно Джо даже открыл окно, чтобы проветрить салон Не часто можно увидеть, как Джо улыбается Но войдя в кабину, я увидел, что Джо смеется Да, этот пес здорово его развеселил Он нашел это забавным Бедному Эндрю пришлось поработать Он пытался собрать все это двумя стаканами Оно так воняло Курс подготовки бортпроводников не предусматривает таких ситуаций Если хотите, можете пройти в хвост Мы уходим Да, уходите Отлично Просто удивительно, как такое происшествие может поднять настроение Я говорю, каждый полет что-то новое Я ожидала чего-то более твердого А тут такой гейзер А Грэм в кабине смог перевести дух благодаря выходке собаки Дамы и господа, к счастью, мы скоро сядем Я вытащу вас отсюда, как только смогу Когда приземлимся и двигатели остановятся, бегите отсюда Простите нас Это был интересный полет ТС-3 садится Все ждали этого с нетерпением Новый день в Йеллоу-Найф В грузовой терминал Буффало прибывают грузы А менеджер Келли Юрасевич борется с инфекцией в легких Я пью эти дурацкие антибиотики, но они не помогают Мне становится все хуже и хуже Я всю ночь дышать не могла Стоило мне лечь, как я начинала кашлять Я думала, что подохну Но молитвы Келли были услышаны По крайней мере, те, что касаются работы Господи Он же разорился на бензине Вернулась ее племянница и бывшая помощница Джинель Гленн Я вернулась, да? Чувствую себя хорошо Работа? Работа – это здорово Я так рада, что Джинель вернулась Она добросовестно относится к работе и клиентам Она гордится тем, что делает Я знаю, что все бумаги будут оформлены Я знаю, что она отправит все рейсы и ничего не забудет Для нее это тоже важно Она сильно облегчает мне жизнь Когда приходит Мы собираемся работать по 4 дня Будем чередовать смены с Келли Я думаю, что для нее это слишком Шесть дней в неделю – это много Так что попробуем по-другому Будем чередовать воскресенье, чтобы не нужно было все время здесь сидеть Хочешь потрогать? Нет Почему? Я же знаю, что хочешь Давай! После того, как появилась Джинель, Келли стало намного легче Куэрт Ардас В Венесуэле продолжается осмотр противопожарного самолета Похоже, что корпус не пострадал И все кабели на месте Мы ничего такого не нашли Но теперь Кори должен проверить, сохранилась ли электронная начинка после 20-летней спячки Это может решить судьбу сделки Есть питание Посмотрим, что тут работает Вольтметр работает Ну вот, взял панель Огни горят Ого, все светится Ну, вроде как работает Кори все посмотрел Все, что мы проверяли, оказалось в хорошем состоянии Намного лучше, чем я ожидал Не стоит разбирать такой самолет Думаю, мы им займемся Потрясающий самолет Я, Кори и Ян влюбились в него Он очень красивый И он будет работать Майке сорвал джекпот С новыми двигателями самолет сможет полететь Этот самолет молодец Он продержался 18 лет Теперь мы должны перегнать его домой Но это легче сказать, чем сделать Одна мелочь может все испортить Кто бы мог подумать, что в Южной Америке есть 215-й? Майки Макбрайан добился успеха в Венесуэле Найденный МСЛ-215 полностью оправдал их ожидания Какой героический снимок Теперь от звезды героя Майки отделяют только бумаги Мы пытаемся найти документы на 215-й Они пролежали здесь 18 лет Надеюсь, мы их отыщем Вот все Это все записи? Да И все? Вот это все? Но как же вы отслеживаете компоненты? Отслеживаем компоненты? Да, те детали, которые нужно менять с течением времени Там есть вся авионика и... Да, я знаю, но у некоторых деталей есть срок годности Через определенное количество часов или циклов их нужно менять Без записей, показывающих, как самолет эксплуатировался И как использовались его компоненты Машину не выпустят в полет Да, это хороший журнал, но он ничего не дает Единственный способ поднять СЕЛ-215 в воздух Это заменить все детали и компоненты Потратив на это несколько миллионов долларов При отсутствии бумаг мы обязаны считать, что все детали вышли из строя и подлежат ремонту Мы не можем доказать обратное Пока я вижу, что самолет ничего не стоит Я попробую что-нибудь найти Все, что Майки может сделать Это вернуться домой и надеяться, что пропавшие записи найдутся Иначе его поездка пройдет впустую Следующей серии полярных летчиков Операция перевозка Паром, связывающий север с югом, встал на прикол Компания Буффало должна перевезти жизненно важные товары Но сумеет ли она это сделать? Напряженный день, да? Полицейский перевозит свой дом в стиле Буффало Пока телевизор А Макбрайаны ожидают рождения ребенка Программа подготовлена к показу компании из Диаймедиа Перевод Дениса Трофимчика, текст читал Дмитрий Шандрок Сегодняшняя серия полярных летчиков Самые белые ноги в Венесуэле Майки обыскивает планету в поисках пропавшего противопожарного самолета Я сделаю, что смогу Здоровье Келли ухудшается Можно и покурить Ну вот А четвероногий пассажир оставляет сувенир Этот пес все загадил Полярные летчики Держитесь, парни Противопожарный самолет Канады РСЛ-215 40-летняя летающая амфибия, пользующаяся сегодня большим спросом Он способен набрать 5 тонн воды из озера за 10 секунд И сбросить ее на лесной пожар 215-й, который называют «Ковшом», в 90-м был снят с производства Очень редкий самолет, их всего около 125 Кроме того, он канадский, так что очень редкий В прошлом году «Буффало» продала два СЛ-215 турецкому правительству Готов лететь? Каждый за 2,5 миллиона долларов Приветствую в Турции Привет Теперь турки хотят увеличить свой флот Но в мире осталось меньше 80 СЛ-215 И немногие из них продаются Поэтому Майки начал охоту за сокровищем, основываясь на одной старой фотографии Вот что я ищу Единственный пропавший 215-й Серийный номер 1061 Майки просто одержим этим пропавшим самолетом, построенным в 60-х или 70-х годах Когда я спрашивал знающих людей Они говорили, что он разбился, пропал И что не стоит его искать А я подумал, почему бы не поискать? И тогда я провел расследование Нет никаких записей об аварии Нет фотографий Это очень странно, ведь и в интернете есть фотографии всего Почему нет фотографий? Либо он разбился, как все и говорили Либо его очень хорошо спрятали Один мой приятель, который работает с этими самолетами Сказал, что он в Венесуэле Это все, что он знает Я словно убийство расследую Есть 10 тысяч вещественных доказательств Но только одно или два из них настоящие Одной из зацепок стал позывной самолета ANC-1 Я ввел его в строку поиска и получил вот это Первая фотография, которую я увидел Старая фотография самолета-призрака Но Майке нужны более веские доказательства существования этой машины В поисках самолета он просматривал спутниковые снимки поверхности Земли И тогда... Это военный аэродром в Венесуэле Стоп! Вот он! Я использовал измерительную функцию и измерил размах крыльев Он совпал с документацией Это ангар на базе ВВС Вот почему нет фотографий Если это 215-й, то что я думаю То Буффало заработает несколько миллионов долларов При условии, что самолет можно восстановить Чтобы узнать это, Майке поедет в Венесуэлу Я отправил им несколько электронных писем Написал, что меня зовут Майке Что я из Yellowknife Спросил, могу ли я купить у них 1061 Но сначала ему нужно разрешение отца Мы не знаем, понравится ли это чиновникам У них там стабильно? Или был переворот и сейчас там диктатура? А может смена правительства? Там же вечно проблемы Но звучит-то заманчиво Да, звучит заманчиво Ты мог бы это сделать Но нужно понимать, что ты не с соседом торгуешься И не с США Риск велик, но и барыш солидный Это же последний 215-й Буффало Эрвейс работает уже 40 лет Потому что мы делаем то, чего не делают другие Этот 215-й может быть в хорошем состоянии Сколько мы заработаем, если потратим 250 штук на его перегонку? Знаешь, риск очень велик, поэтому нужно брать запас в 50% 25% — это если риск маленький А когда сделка рискованная, нужно увеличивать ставку Так что удваивай сумму Эта идея спасения самолета в духе моего отца Они остаются оригинальными только когда сходят со сборочной линией Разбери его, и уже не сможешь собрать обратно Если с ним что-то сделать, это будет не самолет, а груда запчастей Значит, лучше перегонять его своим ходом? Да, я предпочитаю перегонять их своим ходом Самолеты для того и строят, чтобы они прилетали сами Это серьезная задача Такие задачи полезно решать Это может оказаться выгодным делом Выпуск 215-го начался в 1969 году На нем установлены два мотора по 100 лошадиных сил Самолет сконструирован по схеме высокоплан с размахом крыла в 27 метров Что придает ему устойчивость на низких скоростях и при порывах, возникающих над горящим лесом Уникальная конструкция 215-го позволяет ему заполнять водяные баки по 5400 литров Через маленькие отверстия во время скольжения над поверхностью воды Затем он сбрасывает воду через люки, открывающиеся в нижней части корпуса Получив одобрение Джо, Майки начинает собирать команду для поиска и восстановления таинственного самолета в Венесуэле Кто-нибудь видел, Кори? Это похоже на охоту за сокровищами Ты вдруг узнаешь про затонувший корабль, и у тебя единственная лодка в городе Находишь водолаза и сколачиваешь свою команду, чтобы найти сокровища Мы должны действовать как можно быстрее, ехать туда немедленно Ведь может случиться что угодно, и завтра этого самолета уже не будет Он встретился со своим старшим братом Родом, который возглавляет техобслуживание в Буффало И механиком Кори Додом, который работает с противопожарными самолетами Я зашел на страничку Министерства иностранных дел и распечатал памятку для туриста Во всех районах Венесуэлы, как городских, так и сельских, иностранцы могут подвергнуться нападению Ты правда хочешь туда ехать? Все это как-то страшновато, словно разговор с юристом Когда разговариваешь с юристами, они вечно сгущают краски Майки берет с собой Кори, чтобы осмотреть 215-й Кори работает с этими самолетами 10 лет У него солидные знания, он посмотрит, можно ли на нем лететь Учитывая тот факт, что в эксплуатации находятся не более 80 оригинальных 215-х Возможность заполучить забытый всеми самолет может принести Буффало выгоду Но и страна Мы полетим туда с кучей отверток и ключей Снимем главные панели и оценим его состояние Не демонстрируйте свой достаток и не показывайте ценные вещи Но такой проблемы у вас нет Приключение Майки начнется через 24 часа А пока в Буффало все идет своим чередом На перроне DC-3 готовится для регулярного вечернего рейса в Хэй-Ривер Будет блестеть Грэм Фергюсон И Эндрю Вайк Недавно сдали экзамен на второго пилота DC-3 Я пришел сюда, чтобы летать И стать хорошим пилотом Но чтобы достичь этого, нужно приложить максимум усилий Да, они сдали экзамен, но теперь им нужно двигаться вперед И накапливать знания об этих старых военных самолетах Бывают дни, когда я прихожу домой и засыпаю, почитав всего 15 минут За вчера я заснул с руководством летной эксплуатации на груди Проснулся в 5 утра и пошел на работу Потому что следующий шаг на этом пути – полет с боссом Буффало Джо Понял? И вы тоже Чтоб не хлопали дверью Хорошо, это больше не повторится И Джо спрашивает с них по полной Это жизнь Робким здесь не место Тут нужен напор И у них все должно быть хорошо, ведь от этого зависит их карьера и жизнь Последние три года Джо летал с одними и теми же вторыми пилотами Теперь он должен будет натаскивать этих новичков Ну что ж, старые пилоты идут дальше, а на их место приходят новенькие Не хлопай дверью Перед тем, как сдавать экзамен, Эндрю и Грэм закончили 10-часовой учебный курс на DC-3 И это все Мы молодые пилоты, и налет у нас небольшой А это один из самых тяжелых в пилотировании самолетов И Джо хочет, чтобы все было идеально и сразу Ну что ж, усаживайся Проверь, все ли в порядке Эндрю и Грэм могут быть семи пядей во лбу Но на регулярном рейсе рядом с Джо им нужно быть готовыми ко всему Вот оно! 50-минутный перелет с 22 пассажирами на борту У Эндрю есть шанс произвести впечатление на Джо, который требует, чтобы все было идеально Ежедневный пассажирский рейс Buffalo Airways в Хэй-Ривер прорезает темное небо 24-летний второй пилот Эндрю Вэйк впервые летит с боссом Буффало Джо МакБрайаном Да Джо, можно включить другой экран, который показывает время прибытия? Но ты же знаешь, который час и сколько ты уже пролетел? Джо, я постоянно напряжен, потому что не хочу совершить ошибку Это все нервы и желание выступить на отлично Они не должны бояться Нам нужно воспитать в них мастерство, которого мы от них ожидаем Когда делаешь разворот, ты должен знать, сколько он продлится и где ты после этого окажешься Нужно пресекать любые погрешности, которые потом могут проявиться Ты должен пройти точку на 700 метрах Сколько километров и сколько минут? Так, это получается... Нет, не говори, потому что ты сделаешь ошибку Постоянно считай в уме, делай это каждый день Методы Джо могут показаться жесткими для новичка Мой мозг сосредоточен на управлении самолетом, а он постоянно задает вопросы Это сильно изматывает и усложняет задачу Если мой отец ставит тебя в тупик, значит, ты не готов Если уж он может озадачить, то что будет в нештатной ситуации? Если ты окажешься один в аварийной ситуации, нужно знать, что делать Ты должен всему этому научиться и знать на зубок Так что бери книгу и читай Взял управление Отдал управление Я стараюсь не разочаровать его, лететь как можно лучше Джо нельзя расстраивать, его нужно радовать И ничто не обрадует его больше, чем полет на DC-3 Скажи себе, что у тебя легкий самолет У тебя чистые крылья И спокойный, плотный воздух И тогда самолет поплывет Тихо и спокойно Легко-легко Вот о чем надо думать на посадке Пилотирование DC-3 у Джо в крови И он хочет, чтобы Эндрю тоже к этому пришел Он должен научиться управлять самолетом Научиться летному мастерству Выучить все процедуры Научиться летать на...